Взаимные обвинения в парламенте. Социалисты считают, что депутаты ПДС и ППДП пытаются превратить пленарное заседание в цирковое представление. Представители блока АКУМ в ответ говорят, что суматоху в работу парламента вносит спикер Зинаида Гречанная. Складывается впечатление, что наших коллег больше интересует цирк, чем основная работа. Хочу дать им совет. В Кишиневе есть цирк. Они могут представить туда свои резюме. Там нужны люди. Тянуть кота за хвост – их визитная карточка. Наверное, такое поведение правых связано с теплой весенней погодой. Бывает. От социалиста Новака досталось и лично депутату ПДС Попшою, который накануне вступил в словесную перепалку с председателем парламента. Ва рог, се деконектас мигровом до владеля Попшои! Дома Гречанная, дамо я тебе ще му как по тряпля? Ну, ва permit. Что, не да, это... НУ ВА ПРЯМИТ! Диреч hanger на нема его фону, как и приказал Порчоя! НУ ВА АТОК ОЛУИ, дам allowance, как и измениться. Даму Гречаня, дам вам, даму Гречанная держава, даму Гречану, даму Гречану. Господин Попшой, вчера вы себя вели так, будто находились где-то на лугу в адлой воды, а не на пленарном заседании парламента. Когда бьются головой об стол и стучат кулаком по столу, это уже выходит за рамки хорошего тона. Вчерашнее поведение зампредседателя парламента требовало вызова психиатра. Попшой обвинил в нерабочей обстановке на заседании гречанную. Председатель парламента наглым образом отключает микрофоны оппозиции, а властям – нет. Она не спикер социалистов. Если бы госпожа гречанная соблюдала регламент и была беспристрастной, такой напряженности в парламенте не было бы. Депутат ППДП Ливиу Вовк обвинил социалистов в том, что они пляшут под дудку президента Дадона, а не отстаивают интересы людей. Депутаты социалисты пришли на пресс-конференцию, чтобы рассказать нам про конструктивность. Жаль, что они голосуют за любые антисоциальные пакеты, любой проект, продвигаемый президентом Дадоном, не вдаваясь в подробности. И в этом случае оппозиция не может молчать. Мы обязаны бить тревогу. Получить комментарий ни у президента, ни у пресс-секретаря Кармены Лупей не удалось. На телефонные звонки они не ответили. Председатель парламента Зинаида Гречаная также пока никак не отреагировала на обвинения в свой адрес.